Всех приветствую, с вами интернет-магазин Antelife.com.ua Меня зовут Александр, перед вами смартфон Aukitel K4000 Pro Это новинка от компании, это апгрейд предыдущей модели Aukitel K4000 В некоторых моментах эта модель получила обновление, об этом немножко позже, расскажу каждую деталь В целом это все тот же Aukitel K4000, только в обновленном корпусе Так, по коробке, по комплектации, вот такая вот коробка, здесь все технические характеристики этого смартфона Коробка точно такая же, и в коробке, в комплектации, вот такая вот комплектация, шучу Поставляется в комплекте вот такая вот зарядка, зарядка у нас идет на 1,5 ампера Вот такой вот стандартный USB кабель, ничего особенного здесь нет И вот такой вот оригинальный силиконовый бампер Он очень плотненько одевается на смартфон И пользоваться ним очень удобно И полезно, так как ваш смартфон будет всегда в идеальном состоянии Но пока мы его снимем Основными отличиями смартфона являются, конечно же, вот эта вот задняя часть Это вот такая вот крышка, она выполнена из пластика, но она имеет такое покрытие, на котором Ну не остается здесь отпечатков пальцев, и как я не буду стараться это сделать Ну что-то есть, но оно очень незначительно, очень легко вытирается Вот, вот эта вот крышка, и под этой крышкой у нас огромный аккумулятор, который с 4000 увеличился до 4600 Поддерживает эта модель две симки, microSD карточку, 13-мегапиксельная камера с интерполяцией Одна симка большого размера, вторая микросимка Динамик, кстати, вот тоже находится здесь Есть вспышка Спереди у нас 5-дюймовый дисплей Эта модель остается все-таки в своем размере Есть три сенсорные кнопки, они не подсвечиваются Фронталка, датчики приближения освещения и разговорный динамик Также производитель вместе с крышкой изменил вот эту вот грань Она выполнена из металла, она очень прикольно выглядит Да и вообще по внешнему виду Модель K4 Pro мне понравилась гораздо больше Очень такой интересный дизайн Ну мне очень нравится вот эта вот металлическая крышка Металлический ободок точнее Он очень такой интересный И прикольно выглядит Кнопки, качелька громкости вверх-вниз Кнопка включения-выключения Само собой сверху разъем под наушники И microUSB разъем И снизу микрофон у нас есть Второго микрофона для камеры Здесь я как погляжу, нету Единственное, что я по сборке заметил Это вот этот вот момент, вот этот вот стык Ну почему-то он какой-то такой Не совсем красивый А так в целом По сборке, по монолитности Как для разборного смартфона Очень даже ничего компания сделала В целом Это на данный момент уже можно Заканчивать обзор Так как основные отличия я рассказал Дальше просто пробегусь по основным Моментам этого смартфона Если кому нужно, обязательно смотрите Обзор на Oukitel K4000 Дальше буду очень кратко Потому что основные отличия Это вот эта вот новенькая крышка Вот этот вот металлический ободок Стилизирован И аккумулятор на 4600 Технические характеристики этого смартфона Смотрим через Antutu Сколько эта модель набрала баллов Это 24000 баллов Значит Здесь у нас максимальная яркость Сейчас установлена У нас здесь MTK6735 Это четырехъядерный автономный процессор Он идет по 1.0 ГГц Здесь 2 ГБ оперативной памяти 16 встроенных Камера на 13 Мп HD разрешение экрана Android 5.1 Android умеет у нас обновляться здесь По воздуху Поэтому как будут выходить какие-то прошивки Вы сможете их закачивать Без станцев с бубном На этот смартфон через Wi-Fi Фронталка у нас на 5 Мп Мультитач на 5 точек касаний Прошивка полностью переведена на русский язык На данный момент каких-то багов Я не заметил в этом смартфоне В плане прошивки все работает нормально Единственное что Обновляется при первых загрузках При первых забивках Play Market Может он немножко обновляться И в некоторые моменты быть недоступен Как Play Market Так и YouTube Было у меня такое Потом обновился Play Market И все стало на свои места Все начало работать как полагается Это не проблема Такое есть Можно наблюдать практически в любом смартфоне Звучание, качество Все точно такое же Внешний динамик В наушниках нормальный Средний звук Разговорные динамики И микрофоны по SIM-гартам Тоже без нареканий Все слышно хорошо Нормально, доступно В плане игр Эта модель не будет выделяться Чем-то особенным Все точно так же Как у Aukitel K4000 Все потому что Здесь 2 ГБ радиовки И точно такой же процессор MTK6735P Это урезанный автономный процессор Который сделан Для автономных гаджетов Чтобы батарейка Разряжалась максимально медленно И на максимально долго Ее хватало Поэтому Epic Citadel Asphalt 8 NFS и так далее Показывать не буду Эти игры запускаются Но Чтобы комфортно играть Нужно снижать качество графики Допустим на средних настройках Момент, который Наиболее важен В этом смартфоне Это момент С аккумулятором Я тестировал Прогонял Тест Antutu Testers Это практически 11000 баллов Напоминаю Что В Aukitel K4000 Был показатель В районе 7800 То есть По факту Данная модель Процентов на 30 Стала более автономной Ну Как бы Аккумулятор увеличился С 4000 До 4600 Вот как бы Это основное Отличие данного гаджета По информации от производителя По Каким-то обзорам В интернете От производителя Также можно сделать Вывод о том Что якобы Увеличилась Еще более Увеличилась Прочность Этого стекла Я в это не верю Ничего они здесь Не меняли Технология стекла Точно такая же Здесь 2.5D стекло То есть Вот с таким вот Закруглением На Кранях Точно Такое же Трехслойное Противоударное Но Чтобы оно было лучше Я в это не верю Смартфон В закупке Стоит На Около 10 Там Разница 10 Около 10 долларов Даже чуть-чуть меньше Там 7-8 долларов В закупке И За эту разницу Мы получаем Другую крышку Другой металлический ободок Более темный Красивый И более Мощный Аккумулятор Также от производителя Поступила информация О том Что здесь якобы Более лучше Стала работать Камера Как по мне С камерой Все точно так же Снимки Получаются Для данного Ценового Диапазона Довольно-таки Неплохие Но конечно же До Супер качества Здесь очень-очень Далеко Видеозапись Идет в формате HD Фотографии Я некоторые Сделал В принципе Качество Неплохое Качество Видео Тоже Но Конечно же Это бюджетный Вариант Смартфона Я залью Эти все Фотографии В описании Будут ссылочки Видео Сниму Еще раз И вы сможете Это все Посмотреть Ну вот Такое Вот качество Об этом Смартфоне Рассказывать Больше Нечего Здесь Есть Такие Функции Как двойной Тап Для разблокировки Двойное Нажатие На кнопку Home Он блокируется У нас Мне Эта модель Больше Понравилась Естественно За счет того Что больше Аккумулятор Модель Не увеличилась В размере Экрана То есть Как был он Пятидюймовый Так он и остался Он немножко Потолстел За счет Более мощного Аккумулятора Потолстел Примерно До Одиннадцати Миллиметров В толщине Как бы Ну да Он такой Весистый Кирпич По весу Что-то Около Двухсот Двадцати Грамм Эта модель Сейчас будет Весить Мне очень нравится Вот эта Вот металлическая Вставка Ну она Реально Круто Смотрится Она реально Смотрится Богаче Нежели У обычного КТЛК 4000 Переплата В данном Случа В нашем Магазине Около Трехсот Гривен Между Этими Вариантами Ну чуть Более Десяти Долларов Получается Я считаю Что нужно Покупать Именно Этот Вариант Хотя Сейчас Покупают И Аукетел К4000 И вот Как только Появились К4000 Про И Про Начали Покупать Ну и Собственно Правильно Делают На этом Все Более Детальную Информацию Там О Качестве Звука И так Далее Игры Как запускаются Вы посмотрите В обзоре Аукетел К4000 Разместим Для вас Ссылочку Где-то Сейчас Здесь На экране А так Я вам Отличия Основные Рассказал Не верю В то Что здесь Отличается Камера И не верю В то Что здесь Отличается Противоударность Вот этого Стекла По камере Просто Не заметил Отличий Ну а Крышка И батарейка И ободок Это само собой На этом Все Спасибо за внимание Подписывайтесь На наш канал Заходите К нам В группу Там тоже Анонсируются Все наши Видео И покупайте Аукитео К4000 Про